Ну а я просто хочу пригласить в студию женщину, которая, во-первых, а, легенда Москвы, б, она познакомила вас с Давидом, и я хочу, чтобы все увидели сегодня вашу веселую, энергичную подругу. Москва знает ее как Тату, она же Татьяна Зимцова. Встречаем ее, она сегодня в нашей студии, я рад, что она пришла на эту программу. Что я скажу, если есть подруга Татка, значит, будет все в порядке. Садитесь, а давай я буду так вот встану, и будем с тобой вспоминать. Давай. Ровно 35 лет назад, совсем недавно, позвонила моя подруга Галина Борисовна Волч. С такими словами, Татка, я не зря поехала в Крым отдыхать, я нашла такую невесту твоему брату, вот эта невеста злодейка оказалась. Она и умница, и красавица, и все, вот все, ты будешь счастлива. Программы «Давай поженимся» не было, я повелась, как говорят сейчас, я в шоке, я супер. Ну, я сказала, здорово, вперед. Готовлю брата, брат у меня маленького роста, все знают, но обожаемый, любимый. Я всю эту историю шифрую, говорят, ну уж Галя сказала, моя режиссерская интуиция меня не подводит. Жди, это судьба. Ждем судьбу. Приезжает судьба. Собираемся у Лариски. Это было, по-моему, на проспекте Мира. Стол накрыт, 8 блюд советских граждан. Сидит роскошная компания, Аркашка, Хайткама, все-все-все. Невеста дает такую независимость. Вроде я замуж не хочу, но я нервничаю, сестра. Сидели-сидели, выпили, и мне Ларсик говорит, ты знаешь, говорит, что я тебе скажу, что вот Давид, правда. Ты знаешь, что я тебе хочу сказать, у тебя замечательный брат, но я всю жизнь хочу высокого. Смотреть вот прямо на него снизу вверх. Хочу высокого. Мы разошлись. С Лариской дико подружились. Уже друг без друга не можем. Но Ларисик, торнадо, со свойственным ей. Так она японский выучила и песни также научилась писать. У нее есть программа. Она меня встречала. Вместо здрасте она мне говорила, хочу замуж. Хочу замуж. В бане. Мы ходили в бане. Паримся веником из-под шаек. Так. Я так хочу замуж. Я уже просто бегала. Ну, я естественно, работая на прием. Куда бы я ни приходила, я говорила, есть мужик? Есть жених? Нужно. Нужно, говорила я. И я встречала. Девчонка непростая. Работает в Асахе. А что такое Асахе? Магазин «Березка». Вот эти бесполосные сертификаты. Андрюшка, ты не помнишь, ты маленький был. Мы к ней раз в год ходим к Велле и на Керман выписку. Она нам царственна. Тебе юбку, тебе кофт. Раз в год мы бежали к Лариске. Асахе деньги дали. Она нам там это разводила. Знаешь, это суп-письмо у них такое было. Лапша. Все. И все это она там, правду говорю, брала нас на еду, на все. А мне тихо. Ну, ты помнишь, я хочу замуж. И вдруг я прихожу в одну компанию. И ой, счастье. Боже, смилостивность надо мной. Я говорю, девчонки, ну такой нет. Простаивает такая баба. Не представляете. Все. И мне говорят, есть. Есть. Стоматолог. Высокий. Потом мы Давида звали, скажу, стоматолог Мерхоль. Потому что он все время говорил о искусстве. Потом я же говорила, ну твой стоматолог Мерхоль. Надо было брать стоматолога. И у нас, знаешь, Мухтар бежит по следу. Мы все узнаем, что, чего. Все про жениха. И вдруг жуткая информация. Знаешь, какая еврея любит свою маму. Давид любит маму. Мы Лариску. Лариса, надо брать маму. Не возьмешь маму. А мама такая. Мама такая. Таки мама. Значит, тут Галина Борисовна подключилась. Ты давай ее ко мне. Перед спектаклем мы посидим, поговорим. Я Лариске говорю. Лариска, не дури. Поэтому к Велле, маме, знаешь, пудра была прессована. Давай, маме, там пудру, помаду. Ларсик. С Давидом познакомился. Ну так, вначале он на нее, прямо скажем, не шибко запал. Она с этой мамой, я помню, лед. Я говорю, Лариска как? С мамой в современник. Ну что, мама? Ну ничего, вроде мама подалась. Мама повелась. В общем, Ларусечка, вот так вот случился в нашей жизни Давид. Счастливый брак. Мы весело жили. Он с таким чувством юмора, я хочу сказать, что... АПЛОДИСМЕНТЫ Все, кто его знал, я понимаю, почему они столько лет месяц. Просто хочу показать, нет, показать чувство юмора Давида. Он был у нас на программе «Большая стирка». АПЛОДИСМЕНТЫ Сиди. У нее гриб, что заразит. Лариса Рубальская, скажите... АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, вы нужные люди друг для друга? Безусловно. Если я сейчас скажу о том, что при всем ее таланте, всех ее положительных качеств, мои зубы ей не помогли, я скажу неправду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, кто у вас в записной книжке на первой странице? На этот вопрос я вам не отвечу, потому что вы понимаете, я же стоматолог, а если бы я был бы гинекологом? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда мы с Давидом познакомились, ну, надо чем-то брать. Я вроде... Зарплата маленькая, приданого нет, сама объемная, ну, еще я письтехи не пишу. А мама его очень хорошо готовит и печет. У нас дома тоже мама хорошо готовила, но я понимаю, что нужно что-то делать. И стал я изобретать для него всякие блюда. День. Он сначала ел так вяло, потом с большей охотой, а потом через несколько дней он понял, что тут его тоже голодным не оставят. И решил жениться. Конечно, нам всем не хватает очень Додика. Вы себе не представляете, как он ее любил, как он ее благотворил, как он за нее переживал, как он ее постоянно верил. И даже, может быть, чересчур. И эта вот эта трогательная пара, вы хорошо что показали, нам всем его очень не хватает, Ларис. И светлая ему память. Спасибо. И мало того, что все шоу-бизнес, был его клиентами. И друзьями-клиентами. Я продолжаю ходить к его ученику, к стоматологу, и чем очень горжусь, и все замечательно. И вообще, вы были замечательная пара. Наверное, уникальная. Наверное, уже таких людей нет. Вы оба талантливые, оба красивые, оба доброжелательные, и оба любящие люди. Ну, знаете, уже... Надо сказать, что когда они появлялись, всегда, вот они озаряли собой, эта пара. И, знаешь, когда бывает там на каких-то сборищах, кому-то подходишь, кого-то обойти, к ним просто всегда льнули. Конечно. Обязательно подойти, обнять, что-то сказать. Потому что от Ларисы заряжаешься... Додик, как Додик, как все. Просто Додик, как Додик, это было... Что там? Спасибо. У него уже почти полтора года нет, но я его до сих пор боюсь. Я когда пишу, думаю, тут он скажет поправь, тут переставь куплеты. Я с ним как бы разговариваю мысленно. Спасибо. Юрий Хамевич Закон. Встречаем его. Мы просто с Юрой не расстаемся совсем. Он мой очень близкий друг. Он с моим Давидом учился с первого класса. Они, ну, не друзья, братья, я не знаю кто. И когда мы с Давидом поженились, Юра стала моим другом очень близким. И когда бывали нечастые конфликты, я думала, разведусь. Я говорила, Юрка, так, иди, разговор будет. Если что произойдет, и с ним, или со мной. И что отвечал Юрий? Я и стал компромиссом. Я и стал, я и сверил. Я пытался их помирить. И видите, в общем, они прожили довольно большую и счастливую жизнь. Я считаю, я участник ее. А почему такое кодовое имя мужа-заменителя? А, вы знаете, в чем дело? Мне это больше нравится мужа-имитатор. Ну, так сложилось. Вы знаете, в чем дело? Я вам объясню. Значит, вы когда сказали, мужа-заменитель, у молодежи глаза начали светиться таким нездоровым блеском. Ребята, никаких откровений не будет. Значит, рассказываю. Вы были свидетели на свадьбе. Вот мы видели сейчас фотографию свадьбы Ларисы и Давида. Я с Давидом учился с первого класса. И мы жили в одном дворе. То есть наши родители еще дружили. Настолько это плотный и тесный контакт был. Потом, когда мы подросли, Давид поступил в один из суток, я в другой. Ну, все это продолжалось. И когда у него в жизни появилась Лариса, ну, как? Моя стала подруга ближайшая. Мы очень много ездили. Одно время ездили с палатками. Потом появились машины. Начали ездить по Прибалтике. С Сергеем тоже. Вот, тут вот сидит Сережа, вот живой, вот Сережа Березин. Мой очень близкий, дорогой, дорогой мой друг Сергей. Я без него жить не могу. Да, это наш компонент. Тоже в какой-то степени мужа замените. Ну, и в каких моментах вы заменяли Давида? Я работал в НИИ. У нас такой либеральный боль, не менее, знаете, при Советском Союзе было довольно либерально. А Давид работал врачом зубным посменно. И он мне очень часто звонил и говорит, слушай, Юр, у меня к тебе просьба, говорит, Ларису приглашают куда-то там. Ну, надо, чтобы как-то... А я, говорит, у меня сил нету. Ты, может быть, меня заменишь? Я, поторговавшись, немножко пококетничаю, естественно, с ней ходил на разные мероприятия. И она меня там представляла, ну, в шутливой форме, естественно, мужа заменитель. Вот оттуда вот сложилось вот такое вот название. Я им ужасно доволен. К сожалению, Давидов в прошлом году не стало. Жуткое, грустное событие, особенно для меня. Мы с ним дружили больше 60 лет. Понимаете? Это просто... Это был практически брат. Ну вот, мы с Ларисой продолжаем поддерживать самые теплые отношения, помогаем друг другу по мере сил и возможностей. Вот так и продолжается жизнь наша. Ты хотел показать фрагмент программы «Пока все дома», когда Давид рассказывал, как он тебя продюсировал, раз мы заговорили о нем. Внимание. Ларису нужно показать, потому что то, что ты делаешь профессионально, она не соглашалась 6 лет. Я был в этом уверен. Многие смеялись, наши друзья смеялись. Многие говорили, ты просто ненормальный. Потому что я на каждом углу объяснял, что вот пройдет время, и вот вы узнаете Ларису Рубальскую. Субтитры сделал DimaTorzok